всем привет дорогие друзья вы на канале огород легко и просто сегодня расскажу вам чем мы будем подкармливать наши томаты аж до самой высадки в грунт и так подкармливать рассаду желательно утром в солнечно-ясные дни что нам говорит технология выращивания рассады томатов она нам говорит о том что в рассадный период томаты интенсивно потребляют фосфор и калий азот начинаем добавлять только после высадки в грунт но я сейчас вижу по своим томатам до что кустики еще слабенькие это вот веселее возле печек на где потеплее где чуть подальше от тепла кустик беднее мне хотелось бы чтобы кустик был у нас немножко позеленее и покрасивее да поэтому я решила первую подкормку сделать полным удобрением с формула 20 20 20 то есть азот фосфор и калий в равных частях такого удобрения мы кладем 20 грамм на 10 литров воды у нас емкость на 500 литров воды мы набрали чуть больше чем пол бочки и на 250-300 литра воды мы будем сыпать приблизительно пол килограмма удобрения эти пол килограмма удобрения мы разводим в десяти литрах воды удобрением и разводим в теплой водичке она тогда быстрее разводится и помимо да вот азота фосфора и калия в этом удобрении еще есть все необходимые микроэлементы, которые будут способствовать нормальному развитию нашей рассады. Что мы делаем дальше? Чистой водой мы не поливаем помидоры до высадки в грунт. Примерно через 10 дней после первой подкормки полноценной у нас будет подкормка монофосфатом калия. На 10 литров воды мы кладем 15 грамм монофосфата калия. И потом еще через 14 дней мы повторим подкормку монофосфатом калия. Если вдруг возникнет потребность поливать рассаду в промежутке между подкормками, чистой водой мы не поливаем, тогда мы добавляем удобрение опять комплексное с формула 20-20-20. 10-15 грамм на 10 литров воды нам просто нельзя растение поливать чистой водой. Если рассада вдруг у нас будет сильно вытягиваться, стоит обработать 2-3 раза от лета по инструкции. По поводу монофосфата калия я советую почитать инструкцию и понять подойдет ли он для ваших растений. Вообще, конечно, хорошо, когда мы смотрим на растения и мы понимаем, чего ему не хватает и что ему сейчас нужно дать, либо чего-то мы уже передали. Хорошо, когда мы чувствуем это. Но если нет практики, опыта, тогда желательно проводить анализы воды, анализы почвы и строго исследовать по технологии выращивания, тогда можно тогда начинать с этого. Вот таким образом примерно за 15-20 минут я полью 2000 стаканчиков. На этом все, дорогие друзья, всем огромное спасибо, всем пока!